О! Сделано в Рэдбарн. Привет, дорогой слушатель! С тобой снова Никита Жуков. Я по-прежнему врач и буду рассказывать что-то на медицинском. Сегодня у нас целиакия, когда хлеб не в радость. Целиакия – это не просто непереносимость глютена. Это серьезное аутоиммунное заболевание, которое может существенно повлиять на качество жизни. Несмотря на то, что целиакия затрагивает около 1% населения, многие люди живут с ней, не подозревая о проблеме. Почему глютен становится врагом, как распознать заболевание и что с этим делать, давайте разберем по порядку. Что такое целиакия? Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором организм реагирует на глютен, содержащийся в пшенице, ржи и ячмени, как на врага. В норме глютен – это просто белок, который переваривается в кишечнике. Но у людей с целиакией все происходит иначе. Когда они едят пищу с глютеном, их иммунная система начинает атаковать тонкий кишечник, повреждая его ворсинки – структуры, ответственные за всасывание питательных веществ. Это приводит к недостатку витаминов, минералов и других жизненно важных элементов, что в конечном итоге может вызвать серьезные осложнения. Что еще более коварно, целиакия часто маскируется под другие заболевания и может проявляться множеством симптомов – от хронической усталости и диареи до высыпаний на кожу и даже депрессии. Именно поэтому правильная диагностика – ключ к улучшению состояния пациента. Помимо целиакии, существуют и другие состояния, связанные с непереносимостью глютена. Одно из них – нецелиакийная чувствительность к глютену, которая также вызывает неприятные симптомы, такие как боль в животе, вздутие, диарея и головные боли, но без аутоиммунной реакции или повреждения кишечника. Другое состояние – аллергия на пшеницу, когда иммунная система реагирует на белки пшеницы, вызывая симптомы аллергической реакции, такие как крапивница, затруднение дыхания и анафилоксия. Важно различать эти состояния, поскольку методы диагностики и подходы к лечению могут различаться. Почему возникает целиакия? Это аутоиммунное заболевание, как сказано ранее, то есть ее причиной является ошибка иммунной системы, которая начинает атаковать собственный организм. Основной фактор риска – генетическая предрасположенность. Если у ваших родственников есть целиакия, вероятность ее развития у вас также выше. Кроме того, исследователи полагают, что определенную роль могут играть вирусные инфекции и другие факторы окружающей среды, которые запускают аутоиммунный процесс. Интересно, что целиакия может проявиться в любом возрасте – и в детстве, и в зрелые годы, и даже после долгого периода бессимптомного течения. Как ее распознать? Она может проявляться самыми разными симптомами, что нередко затрудняет ее диагностику. У кого-то она вызывает сильную боль в животе, вздутие и диарею после употребления продуктов, содержащих глютен, а у других – потерю веса, хроническую усталость и анемию. Также к симптомам могут относиться непереносимость лактозы, остеопороз из-за недостаточного поступления кальция, задержка роста у детей, высыпание на коже. Некоторые пациенты сталкиваются с так называемыми внекишечными проявлениями, такими как головные боли, раздражительность и даже депрессия. Симптомы могут быть настолько разнообразными, что человек годами лечится от других болезней, даже не подозревая, что все его проблемы связаны с глютеном. Это рубрика «Здоровая кожа», созданная совместно с брендом дерматологических средств La Roche-Posay. В ней мы рассказываем об уходе за кожей и почему это важно. Осложнения целиакии чаще всего развиваются у взрослых с атипичной формой заболевания через много лет после его начала. Самые распространенные – различные формы дерматитов и псориаз. Один из симптомов этих диагнозов – сухая и чувствительная кожа. Она легко повреждается, поэтому ей нужен особый уход. Чтобы смягчить кожу и уменьшить дискомфорт при псориазе, подойдут интенсивно увлажняющие средства с мочевиной в составе. Желательно такие, которые подходят для детей и взрослых и являются гипоаллергенными. Например, такое средство – увлажняющее молочко для тела тройного действия «Липикар Уря 10%» от бренда «Ля Рош Пазе». Молочко «Липикар Уря 10%» подходит для сухой и очень сухой кожи детей, взрослых и пожилых людей. В составе 10% мочевина, масло «Ши» и «Алантаин». Они помогают разгладить кожу, убрать шелушение и чувство стянутости и сделать кожу увлажненной до 48 часов после нанесения. Для выраженного эффекта молочко нужно наносить 1-2 раза в день на чуть влажную кожу тела, лучше всего после душа, промокнув себя полотенцем. «Ля Рош Пазе» – бренд дерматологических средств ухода за кожей. Марка уделяет большое внимание инновационным компонентам, разрабатывая эффективные решения для различных кожных проблем. Все продукты бренда тестируются под дерматологическим контролем и обладают доказанной эффективностью. Переходите по ссылке в описании и доверьте свою кожу «Ля Рош Пазе». Для диагностики целиакии проводят анализ крови на специфические антитела, а также биопсию тонкого кишечника для подтверждения диагноза. Это позволяет точно определить, есть ли повреждение кишечника и насколько оно серьезно. Лечение целиакии. Основное и, пожалуй, единственное лечение целиакии – это строгая безглютеновая диета. Полный отказ от глютена позволяет кишечнику восстановиться, а симптомы исчезают. Но здесь есть одна загвоздка. Даже малейшее количество глютена может вызвать рецидив. Поэтому нужно быть крайне внимательным к своему питанию. Современный рынок предлагает множество безглютеновых продуктов. Но диета требует осознанного подхода. Глютен содержится не только в хлебе и макаронах, но и в соусах, консервах и даже некоторых лекарствах. Жить с целиакией – это означает постоянный контроль за питанием. Но в результате этого качество жизни значительно улучшается, а риск серьезных осложнений снижается до минимума. Интересно, что многие люди, которые не страдают целиакией, также сообщают об улучшении самочувствия при отказе продуктов с глютеном. Это связано с тем, что безглютеновая диета зачастую исключает переработанные продукты и фастфуд в целом, что само по себе может положительно сказаться на здоровье. Однако, если человек не имеет медицинской причины для исключения глютена, его полный отказ может привести к дефициту питательных веществ, таких как клетчатка, витамины группы В и железо, поскольку многие безглютеновые продукты обеднены этими штуками. Можно ли предотвратить целиакию? Нет, это заболевание с генетической предрасположенностью, поэтому полностью предотвратить ее невозможно. Однако, ранняя диагностика и переход на безглютеновую диету помогают предотвратить развитие осложнений. К сожалению, отказ от глютена без медицинских показаний не является профилактической мерой, а может привести к дефициту важных питательных веществ. Да, это серьезное, но вместе с этим управляемое заболевание. Ключ к успешному контролю над ним – осознанное питание и внимательное отношение к своему организму, что, впрочем, не помешает и всем остальным людям без каких-либо диагнозов. В мире, где каждый день появляется все больше безглютеновых продуктов, жизнь с целиакией становится проще, но при этом требует дисциплины и внимательности. Если вы заметили странные реакции на хлеб или другие продукты с глютеном, не стоит это игнорировать. Возможно, ваше тело пытается подсказать вам кое-что важное. А с вами был Никита Жуков. До новых медицинских встреч! Субтитры создавал DimaTorzok